У нас так гремит за окном. В пабликах пишет Родик Куйбышевский, прилетает. Ну, что-то так гремит. 15 декабря 2022 года. У нас продолжает греметь город. Как проснулись с 7 утра, так и продолжает греметь. К сожалению, при утреннем обстреле погибла женщина. Вот сейчас буквально выходило, было сообщение, что в Петровском районе тоже погибла женщина. Сегодня прямо под обстрелами. Киевский, Куйбышевский, Петровский район. Там прямо не прекращается. Прилетает и прилетает. Над нами самолеты, вертолеты. Сегодня целый день. Арт-дуэли просто вот. Громыхает и громыхает до конца. Смотрите, что сделали. Мусорник. Куда. Заворотили. Да, отсюда мусорничек забрал. Соседа встретили. Он у Алекса спрашивает. Алекса, ты не гуляешь? Я думала, какой тут гулять? Тут громыхает просто. Не знаю, что ли это минус, что ли это плюс. Отлично. Как раз погода для гуляния, да? Чтобы какой-нибудь градик прилетел. Знакомые спрашивали там, писали, как это утром было. Как утром было. Когда начала громыхать, я просто Алекса обняла. И поняла, что уже никуда бежать и прятаться уже просто смысла нет. Уже никуда не убежишь и не спрячешься. На улицах пустына, потому что люди мелкими перебежками. Кому куда надо. Магазин. Банк. Все куда-то. На работу. Кто еще работает неудаленно. Я сегодня... Котой и конфетинк. Тышка, тышка. Что? Это я, видите, себе магнитик смастерил. Магнитик смастерил. Такой, на веревочке. Вот такие дела. Сегодня у меня еще важное задание. Нужно будет его постараться выполнить. Вчера я как-то очень долго все переваривала. Все, что у меня накопилось за это время. Спать аллигатором в утро. И как раз этот обстрел. Хорошо, у меня был перерыв. Я могла немножко часок подремать. Слава богу, Аликс, не сильно шумела. Да, у меня отдохнула. В последние дни наши коммунальщики так и работают. От лунки до лунки. Там забрали мусор. Дальше поехали. Это еще несколько фото прилетов. котельная а потом будет еще квартира не забывайте что сейчас декабрь и хоть не сильные морозы но все равно холодно 15 декабря это день памяти журналистов которые погибли при выполнении своего служебного долга и я хочу чтобы вы помнили о тех кто 2014 здесь на донбассе освещает события и доносит правду мне вот как-то сказали ты журналист игры какой я журналист я все время думал что журналисты это только те которые на там в прямом эфире с микрофоном там что-то передают ну или газету пишут оказывается иногда журналистом можно быть совсем по-другому когда твоим оружием становится слово когда твоим оружием становится правда слава богу у меня есть это и другое я говорю правду и показываю правду помните пожалуйста о тех людях которые отдали свою жизнь за правду и хочу отдельно вспомнить человека которого я не знала лично но я работала с людьми которые работали вместе с ним когда началась спецоперация анатолий жара ушел на фронт он погиб в мариуполе него не будет детей но его память сохраняется теми благодарными людьми которые продолжают его дело и будут это делать несмотря ни на что царствие небесное анатолию и всем погибшим журналистам сначала спецоперации люди видели в них глазах я видел надежду я приезжал помощью и тому прочее видел них надежду что они все-таки началось что донецк освободят на протяжении своих девяти месяцев ситуация не изменилась я вижу просто глазах людей разочарование непонимание но все же еще не угасла вот эта маленькая еле заметная искорка надежда